Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я очень была близка с моей двоюродной сестрой, ей 17 на 29. Я попал в мой дядя, умер, когда я была 3 года, с 5 лет она живет с нами в другом городе, я вышел замуж, много работаю, но связь удается поддерживать. Каждое лето она приезжает к нашей бабушке, мы обязательно сюда ездим с ней в своем наморке. В этом году я ее совершенно не узнаю, она очень изменилась, стала нервной, часто плачет, ничего не ест, либо объедается, я знал, что она курит, пьет алкоголь, относит себя к движению ЛГБТ. Я готов уважать ее выбор, но очень переживаю за ее здоровье, она не знает, что я знаю, эти подробности о ней, как я могу с ней поговорить, как помочь, что это поговорить с своей матерью, я боюсь, что это бесполезно, она считает, что это все подростковые глупости. Я не могу предугадать ее реакции, если вдруг она что-то с собой сделает, если узнает, что я... че знаю? «Последнюю вашу фразу» по поводу того, что я не могу предугадать ее реакцию, вдруг она что с собой сделает, если узнает, что я че знаю? да, то есть, как бы, что она может с собой сделать, если она узнает, ну, максимально не будет с вами просто общаться и всё. Вот. Откуда такие мысли, что она что-то с собой сделает обязательно, это уже как-то больше похоже на вашу собственную тревожность, достаточно сильную причём. Вот. Значит, что мы здесь по факту видим? По факту мы видим маму, которая, судя по всему, довольно отстранённа от своей дочери, а Лав, которая такая достаточно опекающая, вот, может быть, даже гиперопекающая, но при этом, как бы, находящаяся далеко и, как бы, не всегда, да, имеющая возможность, там, поддержать, там, дать какое-то внимание, дать какое-то, вот, тепло, заботу и так далее. То есть связь вы, конечно, поддерживаете, хорошо, но расставание есть расставание, другой город есть другой город. Вот. Мы имеем здесь, по факту, ещё наличие фигуры бабочки, которая непонятно какую функцию, роль играет в данном случае. Вот. И мы, как бы, видим, что отец, значит, у вашей сестры умер. То есть мужчин, по большому счёту, в окружении не было у девочки. Вот. Ну, по сути, это уже у женщин взрослых. Вот. И в такой ситуации, ну, действительно, выбором, как бы, может быть, идёт движение её, как бы, вот, выбор ЛГБТ-сообщества. Вот. Как такой вот, ну, компенсация, избегание каких-то вот внутренних проблем, внутренних трудностей. Я бы сказал для начала, что вызывает вопросы вашей информации, вашей информированности по поводу того, что она курит, всё это алкоголь и так далее. То есть вы это узнали от кого-то, непонятно от кого, почему-то решили, что это правда. Вот. И, соответственно, как-то сразу этому поверили. Здесь, вот, опять же, ваша приводность. То есть, может быть, это так, может быть, это не так. Вот. Ну, где-то 60% таких сведений, они, правила преувеличены. То есть, да, может быть, курит, может быть, пьёт, но, извините, курить и пить можно по-разному. А относить себя к движению ЛГБТ тоже можно по-разному. Вот. И, как бы мы не относились к движению ЛГБТ, как бы, ну, как бы сектами, пока ЛГБТ движений ни разу не было. Поэтому даже если там что-то такое есть, ну, как бы, ничего это особо страшного нет в этом. Вот. Вы говорите, что переживаете за здоровье. Вот. Понимаете? Какая штука. Здесь такой достаточно деликатный момент. Вот. По аналогии, да, с человеком, который, грубо говоря, боится боли. Да? Вот один из самых основных страхов людей – это страх боли. Я боюсь боли, да? Вот. И, соответственно, это прям, вот, ну, становится чуть ли ли не моей навязчивой идеей. Что-то я боюсь боли. Ну, вроде как, понятно, что в боли вряд ли кто-то хочет для себя боли. Но. Мать, если человек боится боли, если человек не хочет боли, если для него это имеет значение, то важно, что он делает для того, чтобы боли этой в его жизни не было. Да? Как он, там, ну, условно говоря, заботится о себе, если он о себе заботится вообще? Что он делает для себя? Ведет ли он здоровый образ жизни? И так далее. Мать. Вот. То есть это важно. То есть это важная история. Это очень важная история. Очень важная история, что я делаю, чтобы мне не было боли. Здесь, в какой-то степени, ситуация похожа. Здесь ситуация похожа тем, что вы вроде бы за ее здоровье переживаете, но в то же время вы от нее далеко. А? Вроде бы вы за нее волнуетесь, но в то же время вы как бы не с ней, вы приехали в другой город. Т.е. По факту, по факту, что мы имеем? Мы имеем по факту ваш выбор жить отдельно. Хороший выбор. Правильный выбор. Супер выбор. Замечательный выбор. Вот. Я не побоюсь этого слова, если скажу, что как бы так вы в принципе, ну так вам в принципе и нужно было поступить. Вот. Ты молодец. Ну, а понимаете, какая штука? Если вас волнует здоровье кого-то, то следующим человеком нужно быть в постоянном контакте и делать для него что-то, работе за нем, готовить ему в данном, может быть, случае. Понимаете? Вот. А у вас, у вас вот так вот как-то вот не получается. Да, т.е. вы, ну, вы вот противоречите себе в данном случае. Т.е. вы вроде бы боитесь за ее здоровье, переживаете за нее, в то же время и находитесь как бы от нее далеко. Вот. Понимаете, какая штука? Вот. И повторюсь. Я вас не обвиняю. Я считаю, что вы правы. Но. Вам нужно определиться для себя, что вы хотите для своей сестры делать. Вот. Что вы, грубо говоря, можете для своей сестры вообще сделать. И просто это делать. И все. Понимаете? Вот. Чтобы не бояться. А то вы как бы боитесь. Вот. Ну, бояться хорошо. Но делать это что? Вот. Поэтому здесь нужно смотреть, как вы можете проявлять сестре свое внимание. Как вы можете проявить сестре свое любопытство по поводу ее жизни. Как вы можете больше проводить время со своей сестру. И так далее. Вот. И не нужно, естественно, не нужно ей говорить по поводу того, что вы знаете. Потому что информация может быть ложная. Вот. Пока вы не уверены сами в этом. Пока вы не уверены в этом сами. Аммм. Пока, эммм. Образно говоря, эммм. Человек вам сам про себя не скажет, что вот я сам занимаюсь чем-то. Или пока вы сами не увидите. Не увидите. Не увидите. Не нужно никому верить. Как бы. Ну вот в данном случае, да. Вам не нужно этого делать. Самый лучший эмммм. Эммм. способ испортить эммм. Ну. Отношения. С человеком. Это вот начать эммм. Использовать вот эту самую эммм информацию. Так называемых эмм. Третьих лиц. Вот. Ну это. То есть в принципе, как вы чувствуете, что для вас эммм. Что-то важно. Чувствуете, что вам что-то важно. Чувствуете, что вам что-то важно. Ну. Берете и делаете. То, что вам важно. И все. Как бы больше. Ничего. Эммм. Ну в смысле. Больше. Как бы. Ну не нужно больше. Эммм. Ничего. Наоборот. А у вас. Вот. Вот. Эмм. К сожалению. По описанию. Вашей. Истории. Получается ситуация, при которой вы боитесь много. Ничего. А. Энергия. И. Активность. Ваша. Она никак не выражается. Вот. Тело. 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 Свою энергию. Не сбрасывает. Вот. Это. Большая беда. Для. Человека. Большая проблема для человека. Когда. Вот. Ну не получается как бы. Ну реализовывать что-то. Сбрасывать что-то. Но. Как то там проявлять себя. Не получает. Не получает. Это большая проблема. Поэтому я бы сказал что. Ну вот. Как то. Ничего удивительного. Что у вас вот такая. Такая тревога есть. С другой стороны. Эээ. Ваш страх. Необходимо. Тоже. Опредметить. Такое ощущение что вы взяли. Ээээм. Как бы на себя ответственность. За. свою свою сестру когда-то взяли ответственность и с тех пор как-то вот на себе эту ответственность тащите а сестре как бы это уже не надо сестра она уже как бы своей жизнью живет понимаете какая штука вот это да это может быть достаточно тяжело и трудно признать это правда трудно может быть это принять но правда в том что это реальность правда в том что это вот ровным ровным счетом та реальность в которой вы уже живете знаете следующий момент следующий момент то что с сестрой происходит ее такое как вот вы говорите нервное состояние вот ее такие вот значит изменения в поведении это конечно есть хорошо и у этого конечно есть причина у этого есть причина можете быть уверены у этого есть причина но причины находятся в ее маме в которой она живет может быть в бабочке да может быть в вас ни в коем случае не хочу как-то вас обвинять да не все ни в коем случае не хочу вас обвинять но просто говорю что человек любой человек любой человек это продукт семьи вот если с ним что-то происходит то в первую очередь нужно смотреть на что правильно на семью в первую очередь нужно смотреть на отношения в семье вот вы вы часть семьи как бы там не было пусть вы живете достаточно далеко вы часть семьи значит вы вносите вклад в то что происходит в ваших сестрах опять же повторюсь но в таком случае моя цель не обидеть вас и не обвинить я уверен что вы делали все что могли я повторюсь вы делали все абсолютно верно вот скорее всего просто каких-то вещей вы не заменчали знаете вот и то что происходит с сестрой это вследствие того что ее не слышали вот и не слышали ее скорее всего ну достаточно долгий промежуток времени вот скорее всего достаточно долгиеjä сейчас она о себе заявляет. Зазавляет так как умеет хорошо это или плохо но вот аааа Как получается как могengа как может Плюс у нее, возможно, есть какие-то еще свои проблемы. Ну, скорее всего, у нее есть какие-то проблемы. Проблемы абсолютно нормальные для людей ее возраста. Не подростковые глупости, как говорит мама, не подростковой глупости нет, а именно естественные нормальные человеческие проблемы, ее возраст, с которыми сталкиваются с людьми. Понимаете? Поэтому здесь у вас как бы на лицо, на мой взгляд, вот чисто на мой взгляд, чисто на мой взгляд, если у вас проблема какая? Если у вас проблема такая, что, первое, с одной стороны, есть страх, который явно несколько вот, знаете как, я бы сказал, несколько гиперстрафирован, вот, это первое, это первое. У вас есть страх. Это несколько у вас гиперстрафирован. Ну вот. Почему-то. То есть ваш страх, он вот такой, чересчур. И с ним нужно поработать, чтобы он вас не мучил. Потому что он вас, ну, он вас мучает. Ну вот. Достаточно серьезно мучает вас, скажем так. Это первое. Второе, это определиться с тем, что вы хотите для сестры. Не чувствуете ли вы, там, перед ней вины, например, или каких-то еще рэкетных именно чувств. То, что такое рэкетные чувства, это, рэкетные чувства, это такое, яркое негативное переживание. Вот. Вина, жалость, стыд, вот это, вот это, вот это, вот это вся история. Вот. Крайне нежелательные чувства для, ну, как бы, для любого человека. Вот. Крайне нежелательные переживания. Вот. Просто вот. Крайне-крайне нежелательные. Честно. Так. Понимаете, да? Это, это, вот, такой аспект здесь. Важно, важно иметь в виду. Дальше, это еще, это еще не все. Следующее, что хочется сказать. Вот. Вот. Определиться и решить для себя, что вы хотите и что вы можете сделать для своих стрит. Вот. Просто, просто разобраться с этим. Я, чего вообще для своих стрит хочу. Вот. Чего, что вообще, я могу, могу, там, ну, грубо говоря, для нее сделать. Да? Вот. Важно? Важно. Очень это важный момент для вас и для, вот, вашего взаимодействия с сестрой. Вот. И не разговаривать, вот, что еще важно отметить, что разговаривать ни с кем про нее я бы не рекомендовал. Потому что я не знаю случаев, когда бы это помогало. Ну, вот, ну, вот вообще я не знаю таких случаев, когда бы это кому-то помогало. Эти подобные разговоры. Потому что, ну, как бы, все все знают. Как правило, все все знают. Если все равно делают, ну, как бы, тут, вот, что называется, хоть кол, хоть кол на голове чеши, да? Я думаю, ну, 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 можно, конечно, можно, как бы, объединиться в коалицию. Вот, да. Вы, мама, тот человек, который, который узнал, вот. И чтобы ваша сестра почувствовала себя еще, как бы, более одинокой. Да. Знаете? Тому, вот, очень важно, да, чтобы вы, вот, не уходили, вот, в эти коалиции. Очень важно, чтобы вы, ну, оставались сами собой, чтобы у нее было ощущение, что она взаимодействует все-таки с вами. Вот. Вот. Именно с вами, а не с, там, условно говоря, кем-то. Вот. Потому что человеку очень важно чувствовать, что дает внимание именно к, именно к ней, а не к ее какому-то симптому. Знаете? Ну, вот. Да, это похоже на, вот, к сожалению, это больше, ну, это очень похоже на некоторое такое, вот, истерическое, я бы сказал, поведение, да? То есть, когда человек вот таким опытом пытается к себе кофе направлять внимание, даже не отдавая, там, условно говоря, себе отсчетовать. Вот. Да. Похоже. Похоже. И то, что вы, как бы, вот, то, что вы хотите сделать, вот. Вот. Это хотите дать ей пищу, к сожалению. Вот. Хотите дать ей то, в чем она нуждается, вот, то, чего она хочет получить, то самое внимание. И зачем тогда ей, ну, выходить из этого состояния, если у нее, как раз, будет, вот, то, чего она так хочет. Вот. 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 вот такая проблематика существует, важно, как мне кажется, оздоравливать всеми отействия с вашей сестрой, то есть именно оздоравливать его, делать его вот таким, знаете, более естественным, может быть, ну таким вот, как бы, менее формальным, вот, и так далее. Понимаете? А для этого вам нужно от своих страхов освободиться, потому что в противном случае они вам не дадут ничего сделать, вот, ваши страхи. Ваши страхи просто будут, вот, сильнее вас и всё, вот. И, как бы, никому ничего хорошего от этого не будет. Поэтому в первую очередь разобраться в себе, вот, в первую очередь разобраться в себе, в первую очередь, вот, что называется, определиться несколько вот с тем, чего я, как бы, хочу, значит, до своей сестры донести, что я хочу видать, вот, а чего я не хочу, вот. И дальше уже будет вам как-то проще, вот. Да, совершенно не факт, совершенно не факт, что отношения станут... Совершенно не факт, что она своё поведение поменяет. Вот. Совершенно не факт. Что она станет вести себя по-другому, что она исправится, что она перестанет пить-курить, если она пьёт-курит. Вот. Совершенно это все не факт. Потому что, как бы, одно другого, ну, исключает. Не исключает, а одно другое не подразумевает. Вот. Но, по крайней мере, вы можете быть уверены в том, что человек вам будет доверять. Вот. Вы уверены, по крайней мере, будете в том, что с вами человек откровенен. Вот. И делится с вами теми вещами, теми моментами, которые для неё важны. Понимаете? Вот. И это то, что вы можете сделать. Это вот лучшее, что вы можете в этой ситуации сделать. Понятно, да? То есть, значит, с одной стороны работа с вашими переживаниями, с вашими тревогами, с вашими страхами, рэкетными чувствами, с одной стороны. И, с другой стороны, это наложивание контакта с сестрой. Ну, вот. И, может быть, впоследствии, работа своей мамой. Ну, вот, с её мамой. Вот. Потому что, как бы, нона, она, ну, так или иначе, ну, завязана. Здесь нона, вот, так или иначе, как-то, вот, отвечает за то, что, извините, ваши проделы. Вот. Поэтому очень, очень важно вот это, этот аспект про работу. И это то, что вы можете сделать в том числе, в том числе и для себя. Не только для неё. Вот. Понимаете? Вот. Пытаться вовлечь её, пытаться увлечь её чем-то. Да? Вот. Всё это реально. Всё это мощно. Сложного, сложного в этом нет ничего. Вот. Вот. Но сейчас вы в состоянии страха, да, когда, грубо говоря, знаете, как говорят, у страха глаза великие. Вот. Просто вы в состоянии страха сейчас просто ничего не сделаете. Вот. И человек сразу всё поймёт. Вот. Именно то, что вы, например, пытались от неё скрыть. Вот. Ну, так вот, так. Это так и работает. Вот. Вот. Поэтому мне видится здесь такая история. Вот. То, что вы любите свою сестру, это замечательно, это супер, это, это прекрасно, это, это великолепно. Мне очень повезло с вами, повезло с тем, что вы её любите. Вот. Не угадывая, собственно, у человека вот есть, как бы, такая вот, такая страха, как вы. Вот. Это правда. Но любовью можно человеку, любовью человеку, человеку можно навредить. Знаете, всё, вот, всё, 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 как бы, неприятно. Всё, всё, такая вот, ну, может быть даже, всё боль, вот, что можно навредить человеку. Ну, вот. Можно, как-то вот, усугубить, ну, положение человека. Понимаете? Вот. А вы, вы, вы вряд ли этого хотите. Правильно? Правильно? Ну, я уверен, что этого, вы этого не хотите, не хотите. Вот. Вот. И потому, так важно сейчас, вот как раз придерживаться определённой позиции, придерживаться определённой стратегии. Вот. Отделить себя от сестры. В первую очередь. Вот. И вы увидите, как, в принципе, вот, ситуация уже не будет, наверное, такой, как бы, ну, страшной. Такой ужасной, как она вам кажется, вот, сейчас. Да, ситуация неприятная, да, ситуация, конечно, такая вот она, действительно, как бы, ну, встревожная, вот. Вот. Это правда. Но вашу сестру никто не режет, вашу сестру никто не убивает, вот. С вашей сестру ничего плохого не делает пока что. Ну, вот. И, как бы, ну, вам нужно вести себя как взрослый человек, не более, что вы, как бы, её старше, да, и, соответственно, если что, она, вот, операция будет, как раз, на вас. Вот. Ну, в смысле, вот, если, там, что-то произойдёт, я говорю, вот, если есть что-то понадобится, она будет на вас операция. Вот. Поэтому, как бы, вам, конечно, тяжело, вот. Вам, 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 вам тяжело, вам нелегко, я понимаю. Для этого есть, как раз, специалисты, для этого есть психологи, вот, которые помогают, вот, прийти в себя, да, которые помогают в себя разобраться, которые помогают какие-то вещи для себя лучше понять, вот, и так далее. Но, как бы, при условии, если вы, сами, вот, готовы, как бы, работать, вот, да, если вы сами готовы, не просто бежать, спасать человека, он вас даже не просил, это делал. А, если вы, именно, вот, готовы разбираться себе, готовы осознавать какие-то вещи, и так далее, вот. И, ну, может быть, скроются некоторые проблемы, вот, о которых вы, и дальше, даже, вот, не подозреваете. Такое, вот, такое, вот, тоже, вот, довольно часто бывает, такое, вот, тоже, довольно часто происходит. Поэтому, какая-то, вот, такая история, вот, очень я надеюсь, что, вы, для себя, ну, сделаете вывод, вот, очень надеюсь, что, вы подумаете, значит, надеюсь, что, ну, решение, которое вы примете, будет, таким вот, не в попыхах, что называется, да, вот, очень надеюсь, что, я вам, чтоано более гляд upgrades, с этим, вроде, 8090 рублей, это может быть, не в спине, ну, 850 рублей, 1850 рублей, Я вам буду благодарен за обратную связь по моим ответам. Это поможет вам начать работу над собой, поможет вам несколько лучше с себя разобраться, поможет вам лучше себя понять и так далее. Так что буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, позвольте вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощь, вам она пригодится.